МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Все вокруг в сплошном тумане. На улице Авроры сегодня утром прорвало теплотрассу. К вам едет ревизор. Городские власти проверят готовность управляющей компании к зиме. Дети о войне. Театральные коллективы и агитбригады состязались в конкурсе на лучший спектакль. Первые морозы и первые порывы. Коммунальная авария произошла на пересечении улиц Авроры и Гаражный. Лопнула труба на теплотрассе. Специалисты предполагают, что это могло произойти из-за перепада температур. Как скоро обещают устранить аварию, расскажет Олеся Корецкая. Пересечение Авроры и Гаражный. Порыв трубы на теплотрассе произошел утром в районе 10 часов. Очевидцы рассказывали в соцсетях, что, переходя дорогу, чувствовали себя ежиками в тумане. Прямо на пешеходном переходе из-под земли валил пар. На место прибыла ремонтная бригада. Место огородили, участок раскопали. Повреждения обнаружили на трубе диаметром в 1000 мм. Собрана уже резервная схема телопоснабжения для потребителей, которые получают горячую воду по этой трубе. Это 44 жилых дома. Все они сейчас переведены на резервную схему. Все получают тепло и горячую воду. Порыв мог произойти из-за перепада температур. Первые заморозки испытывают на прочность трубы по всему городу. Специалисты уверены, что порывов с каждым годом будет все меньше. В 2017-м в Самаре переложили в два раза больше теплотрасс, чем в прошлом году. Последствия коммунальной аварии на пересечении Авроры и Гаражный обещают устранить в течение суток. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков. События. Готовьте реагенты. В четверг ожидается сильный снегопад. На совещании в Департаменте городского хозяйства управляющих компаний предупредили, что придут с проверкой. В наличии должны быть бионорты, соляно-песчаная смесь. Технику для уборки снега уже проверили. Ее количество должно хватать для штатного режима работы. На случай природных катаклизмов управляющие компании заключили договоры на дополнительные машины. Марьяна Мирная продолжит. Каждый год снег выпадает раньше, чем в предыдущем, шутят сотрудники коммунальной сферы. В этом году аж в середине октября. Но никого не застал врасплох. Еще в сентябре провели смотры спецтехники для уборки снега. Машин для города достаточно. Бригады кровельщиков в боевой готовности. В каждом районе свои особенности, которые учитывают при подготовке к зиме. Если в Самарском районе жилищная организация, да и муниципальное предприятие, жилсервис в частности, которое работает на территории района, предпочтительное использование малогабаритной техники, бобкатов, ручная техника применяется в большей степени, то для уборки, скажем так, районов, которые у нас большие по площади, где большое количество территорий, которые находятся в зоне ответственности районных администраций, там, конечно, подходы уже иные. Первый снег, а значит первый лед, и пора задуматься о реагентах. В Самаре Бионордом обрабатывают крупные дороги. Улицы второй категории посыпают песком и солью. Чтобы жители не падали на скользких тротуарах, управляющие компании должны вовремя обрабатывать дорожки. В первую очередь, точка отсчета – это потребность. То есть, если пошел снег, значит, есть наледь, значит, данные мероприятия должны выполняться. То есть, управляющая компания должна заготовить, в первую очередь, реагенты. Значит, это допускается соляно-песчаная смесь, это допускается Бионорд. В ближайшее время сотрудники Департамента городского хозяйства устроят управляющим компаниям ревизию. Нужно проверить не только наличие у них реагентов, но и их качество. Мариана Мирная, Константин Головин. События. Новый детский сад начал работу в Волжском микрорайоне Самары. Его открытие с нетерпением ждали сотни семей. Трехэтажное здание рассчитано на 350 детей. Комфортно ли будет в детском саду, оценили родители. Слово Ларисе Шалафаст. В группах нового детского сада есть все условия для комфортного пребывания малышей. Здесь есть спальня, просторная игровая комната, причем полы везде с подогревом, а также индивидуальная кухня в каждой группе. В семье Злобиных двое сыновей. Мальчики очень активные, и родители больше всего радуют, что в новом детском саду есть все условия для занятий спортом. Мы очень рады, что сад новый, все новое оборудование, игрушки, воспитатели молодые, хорошие. То есть сейчас дети все довольны, думаю, адаптация также пройдет легко. Трехэтажное здание оснащено по последнему слову технике. Детский сад рассчитан на 350 детей в возрасте от 2 до 7 лет. А это значит, что очередь в дошкольные учреждения сократилась. Глава региона, который приехал на открытие нового детского сада, поинтересовался мнением детей и их родителей. Главное, чтобы вам же надо, чтобы родители обещать не надо. Хорошо все устраивает, за деток беспокоиться не будете? Нет, нет, я бы взял. Дмитрий Азаров курировал строительство этого детского сада, начиная с этапа подготовки документов, еще работая в статусе сенатора. По его инициативе это учреждение было включено в федеральную программу. Для решения этого вопроса Дмитрий Азаров обращался к руководству правительства России. Новые детские сады появляются по всей России благодаря той задаче, которую поставил президент страны Владимир Владимирович. Вы знаете, что была поставлена задача президента, что всех деток сначала с 3 до 7 лет в возрасте, но здесь у нас и ясельная группа есть, обеспечить местами в детских садах, чтобы дети с самого маленького возраста получали и образование, и воспитание не только в семье. Особое внимание при строительстве детского сада уделили и территории вокруг него. Здесь появилась большая игровая площадка. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. Далее коротко о других событиях дня. Лимит на 90 поездок в общественном транспорте введут со следующего месяца. Напомним, безлимитный проезд для льготников в общественном транспорте в регионе отменили с февраля этого года. Взамен на месяц им дали только 50 бесплатных поездок. Теперь по поручению в Рио губернатора Дмитрия Азаров он будет увеличен. Новшество заработает с 1 ноября. В Самарской области завоют сирены. С сегодняшнего дня и по пятницу, 27 октября, будут проводиться плановые учения по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Как сообщает пресс-служба облправительства, прерывистый гудок электросирен будет звучать в течение трех минут. Это будет означать сигнал «Внимание всем!» В Самаре на Хлебной площади произошел пожарный элеватор, и такие сообщения появились в соцсетях. Однако, как уверяет региональный ГУ МЧС, загорелось не старинное здание, построенное в начале 20 века, а подсобное помещение. Горели остатки масла, используемого для растопки семян. Сотрудники завода сами потушили огонь еще до прибытия пожарных. В результате случившегося никто не пострадал. Житель Самарской области попал под статью за вырубку берез в лесу. Мужчину задержали в Новобуянском лесничестве. 21-летний житель Волжского района вырубил 16 берез. Как он пояснил, деревья ему были нужны в качестве дров для топки бани. Ущерб от действия лесорубы оценен в 56,5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. 63-й регион вошел в число лидеров по качеству федеральных автодорог. Рейтинг составил «Росавтодор». Среди других лидеров – Московская, Ленинградская, Пензенская и Калужская области. До конца дорожного сезона в Самарской области приведут нормативное состояние более 200 километров федеральных трасс М5 «Урал» и А300 «Самара», Большая Черниковка, граница с Республикой Казахстан. Война глазами детей. В Самаре подвели итоги конкурса «Мы этой памяти верны». В нем приняли участие школьные агитбригады и театральные коллективы. Творческие номера победителей оценила и наша съемочная группа. На сцене дают Василия Теркина – диалог между солдатом и смертью. Роль последней исполняет 15-летняя Лада. Для девочки это не дебют. У ее матери частный театр. И потому Лада с раннего детства на сцене. И ее мечта – сыграть отрицательного персонажа. Мне бы хотелось сыграть какую-то очень отрицательную роль. Потому что, не знаю, иногда даже быть героем второго плана намного мощнее и круче. Потому что ты показываешь из-за всех главных, из-за всех основных героев, ты показываешь свою мощь и обращают не на них, а на тебя внимание. Ладе удалось привлечь внимание не только зрителей, но и жюри. На областном конкурсе, посвященном Параду памяти 41-го года, она победитель. Среди лауреатов также 9 агитбригад и 10 театральных коллективов. Для школьников тема войны непростая, уверена Марина Суркова, педагог и один из членов жюри. Тема очень сложная. Мы возвращаемся памятью к тем далеким годам войны. И хочется, чтобы ребята смогли воплотить все задуманное, все созданное вместе с педагогами на сегодняшнем галоконцерте. Я желаю им удачи. Итоги областного конкурса подведут 3 ноября. Сама церемония награждения состоится 7 ноября в 10.00 в Самарском дворце детского и юношеского творчества. Даниил Лучко, Дмитрий Мишканцов. События. И вот какие материалы сейчас готовят к эфиру наши корреспонденты. Разведрота против экстремистов. Масштабными учениями Тольяттинская бригада отметила День спецназа. Предупрежден вооружен. В больнице Середавина провели бесплатную экспресс-диагностику инсульта всем желающим. Ледниковый период перезагрузка. Самарские геологи нашли уникальные фрагменты доисторических животных. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 14 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и удачи! Редактор субтитров А.Семкин